Музей истории детства и подвижения «Москутск, в 20-м период, потерь, безмертный полднорца». Но я, так как я за Елену Алексеевну, я ее немножко не поведаю, и я ее знаю, и я себе свяжу с историей родца. Елену Алексеевну я знаю с 2000 года, 16 лет, я был сам сотрудником Музея истории детства и подвижения, но с 2000-го, 30-й год, тогда он еще назывался кабинет истории, кабинет сектора истории детства и подвижения. А идет в нем история аж с 1862-го года, с момента появления дворца «Кайонер» на радиоубережских, на радиоуберах. И вот с начала 90-х и до сих пор поговорят в музей Наталья Анатольевна Александрова, с которой я пропущен в Госсе работу, Елена Алексеевна, тоже с ней работой. И вот у музея долгая история, отначе он образовался как в виде истории Союза Биодерской Организации, потом пребывал в музей истории Биодерской Организации, а потом стал сектор в истории детского движения, и вот недавно, 10 лет назад, стал музей в истории детского движения. Поскольку, в рассмотрении, в приобретении директора, в чашу школы, они решили его опять назвать Биодерской Организацией, где официальные люди и видео. А когда вот я тут такой вот себе нарезал, она тогда работала делать жюри и грушу. Я с ними и ушел, но, соответственно, и сотрудничество. Ну вот о собственном музее, сейчас спущу лимитацию. Пока смотришь. Кнопочки на верху пока смотришь. Уже время дарил, к дарил. Уже время дарил, к дарил. Сначала с вами дарил. Сходить дарил. Сходить дарил. Сходить дарил. Это основное здание дворца, основной вход, это вот с момента появления илоновой объемной общественной трон-дон. В этом году будет 95 лет, участвовал клиент Степани Мяков, которая до 90 лет работала в музее. И даже когда я пенсионерка, она все равно пробовала работать, и в 90 лет она ушла. Спасибо. 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 Спасибо.